приветствую и мы север перемещаемся на юго-запад и здесь не так много названа улица генералов и собственно говоря в общем улица генерала антонова на которой мы уже были да и вот собственно нынешние улицы генерала тюлейного но если на улице генерала антонова находилась в районе конькова то соответственно эта улица находится в районе теплый стан ну то есть округ один а районных раз и находится она совсем рядом с московской кольцевой автомобильной дорогой на окраине москвы и проходит собственно параллельно кольцевой дороге почти на всем протяжении и совсем рядом с ней ну собственно их разделяет вот небольшая зона отчуждения и тройский лесопарк проходит это улице от улицы теплый стан одноименно району и соответственно до правосоюзной улицы по улице организовано двусторонние движения трагина транспорта по одной полосе в каждом направлении и длина улицы составляет около двух километров собственно то что здесь есть это соответственно гаражи тройский лесопарк и соответственно несколько много функциональных центров с одной стороны и соответственно жилые дома и социальные объекты это с другой стороны то есть по сути дела это не улица а это проезд вот это проезд как в общем такой типичный проезд на окраине города да как допустим задонский проезд или там буриевский проезда а вот проезд агаевского но и многие многие другие проезд нашего города студеный там да ну и так далее но вот но соответственно вологодский там у нас и проезд понятно а вот но опять же из уважения таскать личности генерала до того чек из которого названа эта улица решили назвать ее не проездом а именно улице вот и кстати до 1332 года это было именно один из номерных проектированных проездов безымянный да просто имел определенный номер да в общем было более правильно ну а в 1332 году эту улицу получил современное название есть герои великой отечественной войны который командовал войсками южного и закавказского фронтов генерала ивана тюленьева который жил в 1892 и 1772 годах около 80 лет прожил сам он был из ульяновской области участник первой мировой войны вот ну член петербургского совета рабочий славовский депутатов после революции 1917 года ну затем участвовал в гражданской войне естественно стране красной армии закончил военную академию российской краснозаменной красной армии и потом работал в министерстве обороны советского союза уже соответственно после отечественной войны великой отечественной войны и был депутатом верховного совета и осознанных жилые дома на улице от 9 до 17 этажей 9 12 16 и 17 этажей и они были построены в пятьсот семьдесятых до двухтысячных году часть построена уже в конце советского времени ну а часть уже соответственно современный дом ну как я сказал с одной стороны на этой улице находятся гаражи тройские лесопарки но функциональные центры вот ну то есть как и такая зона отчуждения и соответственно одновременно и физически он отсуждения соответственно является и такая как реакционной зоны то есть эта зона как раньше были лесопарковых защитного пояса лзп который соответственно в общем был создан вокруг москвы и который собственно отделяется с одной стороны москву и московскую область но и соответственно также как сказать призван защитить москву от вредных выбросов основные кольцевой дороги такой естественно защиты но сейчас поиск значительно поредел в последние годы но и советское время каши усилим по кромсали ну соответственно вот остатки мы видим в том числе и между этой улице и кольцевой дороге виде тройского лесопарка ну а соответственно справа страны у нас вот находится как раз жилищно-социальные объекты чем-то начинается можно сказать что если мы берем так сказать идем вот профсоюзную улицу в сторону вернее наоборот соответственно теплый стран да да профсоюзную улицу то мы видим что справа у нас находится соответственно детский сад трехэтажные здания два много функциональных центра с автостоянками дальше какая строительство лесопарк канализационная насосная станция и дальше гаражи торговый центр и конечно автобусная станция 5 микрорайон теплого стана ну а соответственно с левой стороны у нас находится много жилых домов так и приездки сада школы трехэтажные здания школьная базовая столовая под номером 21 двухэтажные здания мне сам пятерочка отдельно находится в отдельно стоящем здании и два много функциональных центра по номерам 29 а и 41 а и сервисный центр под номером 41 b ну и заканчивается эта улица уже на пересечении с профсоюзной улицы довольно таким большим длинным сквером вытянутым вдоль профсоюзной улицы но частично он находится в конце этой улицы слева ну что хочется сказать в принципе конечно есть достопримечательности в общем-то нету троицком лесопарк он в принципе такой может быть настоящий лес не очень приспособлен для доски отдыха и там зону отдыха пока не создана не оборудована будет такой дикий лесопарк хотя конечно многие там гуляют и дерзают пикники шашлыки ну как обычно вот ну в принципе такая типичная улица на окраине москвы видно кольцевую дорогу неплохо улицы обычно стандартные советские дома социальные объекты гаражи нечего ну что хочу сказать что принципе кто любит автобусные экскурсии то можно от метро киокового стана доехать на автобусе 540 вот и он приезжает всю эту улицу от начала до конца так что можно если как топовую курсию чтобы получить такое общее впечатление основное впечатление от этой улицы но так можно конечно и погулять хотя конечно в принципе улицы не очень приспособлены для правда как в общем то и практически все улицы на окраинах москвы приятных прогулок и до новых встреч на улицах москвы